Европа и Северную Америку Европа и Северную Америку Европа и Северную Америку Это может повлиять на то, что либо Даниэль Эрдакот получилось во втором матче после того, как он возглавил Интер. Если говорить о том, кто сегодня на поле, то в воротах Деврей, 6-й, 33-й, Данила Дамброзио, 5-й, Гильярдини. Фамилии все известны и знакомы, и никого здесь из новичков нет. Вообще из всех, кем это 17-летний, он дебютирует на этом турнире. Он самый молодой игрок Интера в Еврокубках прошлого сезона. Он вообще первый игрок 2002 года. Начался, плюс жаркая очень погода и сложные погодные условия. Но очень хороший темп. Не собираются команды тянуть время, да, как там нет. Михаил, пожалуйста. Что еще об Интере можно сказать? Валентил Ацаро приобретен из Герты, но его тоже здесь нет. Есть Мотел Полита. Перестроить Сансиру наконец уже, потому что поняли, что других вариантов нет. Нужно шагать в ногу со временем, шагать самим, потому что никто не поможет и деньги на... Никого из футболистов в Интера нет, правда? Вот борьбу до конца все-таки футболисты ведут. Очень любопытная обстановка на трибунах. Шум в каждом эпизоде, когда даже мяч достаточно далеко находится от ворот. Арбитры все из Китая. Наверное, мы не будем ломать языки и их произносить, потому что вряд ли это... Болист имей сейчас Бануччи, видимо, на итальянском языке. Высказал свои претензии арбитру, потому что посчитал, что нарушения правил не было. Форма красивая у Ювентуса. И как раз его сравнивают с Пирло и Веранти. Посмотрим. Ну, неплохо для сравнения с Пирло. Ну, тогда сразу закрутил по перекладину, как это делать, когда ты плавал. Посмотрим, потому что Интер взялся за дело серьезно. Для Конта это мотивация. Вот помню, как он уходил. Момент, и мы это почувствовали. 1-0. Интер забивает. Ну, в какой-то степени, наверное, заложил фундамент команды, которая потом стала выигрывать все подряд до уже эпохи мяч-ворота. Тем самым вот таким вот образом отмечая свой дебют в Ювентусе. Ну, бывает. И такое, впрочем, в итальянской системе подготовки молодых игроков. Но эти молодые игроки есть. И им нужно давать шанс, им нужно давать возможность проявить себя. И посмотри, сколько итальянцев, ну, Бернардески, все такое ходит в подающие надежды суперзвезды итальянского футбола. В Интере в запасе. Посмотри, сколько и настраивает всю Академию Интера с ног до головы. Поэтому, да, в этом действительно большая доля истины есть. Но Интер пока поактивнее смотрится на первых минутах. Замечательное имя, которое миланскому Интеру подходит как нельзя лучше. Он Милан. И вот сейчас как раз Шкринер делает перевод направо. Особенно в тех странах, где не так, может быть, популярен футбол, им заинтересовывались. И вот Роналду. Вот к нему, конечно, прикован. Дескать, не должен был тот его на 60-й минуте менять в предыдущем матче. А на самом деле Сари сказал на пресс-конференции перед матчем, что был разговор об этом. Ювентус и убедил выбрать именно эту команду. Поэтому роль Роналду в Ювентусе, она гораздо будет, в любой команде, где бы он ни играл, она гораздо больше, чем, вот то, как мы понимаем, на трансферную политику тоже влияет. Мне кажется, из него получится серьезный футбольный специалист в дальнейшем. Либо тренер, либо, ну, трудно сказать, что выполнял Миралем Пьянич, который восхищается. Пока Сарик говорит о том, что он перестраивает команду, и раньше команда не делала эти упражнения, то есть такой, попытается Блата немножко заслужить. Поэтому нужно публично восхититься пару раз тренером, чтобы он больше доверял. Ну, а на самом деле... В финалах Лиги Чемпионов выиграл чемпионаты Италии, да он не делил ни на группу, он просто вообще не тренировал. Ну, это к слову. Ну, это Пьяничу вопрос. Первый сезон Олегри, сейчас надо проверить. Тоже это было где-то на другом континенте. Ивентас провел очень слабый матч, как раз тогда это был первый сезон схемы. Выглядело все это ужасно, и складывалось впечатление, что Ивентас ждет очень и очень тяжелый сезон. Но лишний раз по тем эпизодам ошибки и какие-то неточности, которые допускают футболисты, мне кажется, болельщикам не стоит. И мы тоже, конечно, ни с какими выводами... В черно-синей форме. Но сейчас, что радует, это темп игры, это то, как футболисты нацелены в атаку. И вот сейчас неплохо может получиться, если Далберт догонит. Нет, в центре нападения, потому что Роналду все-таки пока действует ближе к левому краю, смещается и оттуда уже угрожает воротам. Но вот сейчас Интер, который пока непонятно в клубе остается или нет. И вот пас на фланг, Далберт на вес, борется Делихт, и против него нарушены правила. Служился даже на итальянском языке в Википедии какой-то осмысленной информацией. Любопытно, что Конте дает возможность приобретения Интера не закончить. Но мы по ходу матча еще вернемся к трансферам и еще расскажем о том, какие слухи в усилении. Но это Китай, это жара и влажность. Мы Чииди отправляют мяч в аут, допустив ошибку на ровном месте. Но, опять же, мы уже действуем не так активно, как в первые четверть часа. Но мячом по-прежнему больше владеет Интер. Ювентус, несмотря на свое мощнейшее нападение. И без того достаточно качественный состав Ювентуса. Даже в атаке получается перебор. Хотя держа в уме либо чемпионов, и Кубок Италии, и матчи. Контратаку, пас на Криштиану. Криштиану ставит корпус. Домброзио сразу же вцепляется в него руками и локтями. Криштиану показывает, что это уже второй раз. Надоело. По ребрам немножко так погладил Домброзио, лидера Ювентуса. И показывает, а я ничего не делаю. Еще один вид. Не подсунул. За то, что подсунул, да. Потому что он стоял абсолютно на выпрямленных ногах. Не готов был никуда стартовать. И тот его поставил в неудобное положение. Тут очень интересная картина наблюдать. Дебалла-то, он сидел по малки, он просто моложе. Но из уважения к старшим, должен слушаться звезду мирового футбола. С ее основным наконечником и вообще так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Да, там у Игуаина непростая ситуация с арендным соглашением. Как на самом деле, что у него в контракте, это знают только Игуаин и его агенты. Ну и, соответственно, Кубок. Иногда бывает, что Игуаин принадлежит. Может и не знать, да. Потому что Ювентус так закрепляется на территории Интера. Что дальше? Криштиану и Игуаину. Ладно, как даже его хотели включить в сделку по Лукаку. Нужен ли Лукаку? Я так и не понимаю. Ювентусу и куда его, и зачем? Присти. Приобрести Матюиди. Вдруг у вас есть 25 миллионов евро. Спасибо, что увидел. Спасибо, что попытался сделать мне точную передачу. Вот разница в отношении. Вновь комбинирует Криштиану, Игуаин, Криштиану на публик. Четыре минуты, когда Ювентус всей командой на чужой половине поля. Но Интер – это теперь команда Антонио Конте. А Антонио Конте – это игра в контратаку. Очень позиционно. Просто прямой конкурент. Вдвоем я не понимаю, как они будут играть. Скорее всего, никак. Ну, учитывая, что в сезон у Ювентуса на минуте еще одно стандартное положение. Сейчас будет подача с углового. Посмотрим, как Ювентус действует при стандартах. И получится ли что-то сделать у соперника. Полиста Домбротио, который спрятался за спиной Дешильо. И напрыгнул сверху на Дешильо. Правый защитник Интера на правого защитника. Годы и сезоны. Потому что Ювентус и так выиграл все, что можно. Кроме Лиги Чемпионов. И нужна Лига Чемпионов. Я думаю, что 20-я победа подряд в Чемпионате Италии. Италья помогут все-таки итальянскому ветерану это сделать. Ну, тоже вот элемент предсезонного футбола. Честный. Никто под него не получает мяч. У китайской публики немедленно восторг. Единственный футболист, который вызывает такие эмоции. На футбольном поле хотя извелся. Вот как действует 12-й номер. Интер. Сенси. Сенси. У него уже есть, честно, все контролировал, конечно. А вот это, не удивляйтесь, это водопой, пауза, потому что... Очень душно. Очень душно, да. Хотя рост не самый главный в футболе. И Лионель Месси, там, у Сан-Герки, например, до Марадона тоже был невысокого роста. Но так просто обратно. Сыграно еще раз смотрим, как Делихт забил свой первый гол за Ювентус. Правда, нефтеворота. Странная ошибка для игрока такого высокого класса. Но удачный сезон. Что с ним случилось? То ли не знание языка, то ли адаптация к новой футбольной языковой культуре. И вообще к другой культуре перемещаться из одной страны в другую и осваивать новый футбольный чемпионат. Интерс-мячом за одним турниром. Да. Годовую. Ну, правда, там... Но бонус не отобьется, потому что бонус 10 миллионов евро. Значит, надо будет еще где-то поиграть. К сожалению или к счастью, не знаю, как угодно. Ну, это футбол, просто можно на это обратить внимание, коль уж такой есть повод. А вот Интерс здорово, зачем его и приглашали, чтобы он читал по обводку, блокировал удар. И сейчас голландец сыграл великолепно. Жалко Канцелова на наших экранах. Он в этой ситуации, наверное, не так был. Говорят, что язык футбола универсален, но это не так. Это просто... Те они английским не владеют. Поэтому здесь может быть проблема некоторого Делихта в поиске взаимопонимания словесном. В плане подсказа с вороной играющей подсчетом. Это примерно то, что можно будет видеть в исполнении команды Антонио Конто. Здорово, что Антонио Конто вернулся в большой футбол. Была у него некоторая пауза. Потому что когда-то еще, будучи менее известными тренерами, они работали с командой Ореца из серии Б, друг друга сменяя один за другим. Но нет, я думаю, что он недоволен тем, что его периодически подпихивают в спину. Уже не первый раз дают ему по ребрам. И сейчас он упал больно на Копчика на фоне всей команды. И Игуаин, и Бернардески, от которого все-таки, мне кажется, вправе ждать болельщики гораздо большего. Игрок, безусловно, обладающий Сигуай. На фоне остальных, на фоне себя он пока мягко говорит. Лучше, так это и говорит о профессионализме. Казалось бы, что ему кому-то оказывать? Он все равно был один из лучших. Но он прекрасно понимает, что он моложе не становится. А титул он хочет еще с Ювентусом выиграть или чемпионов. А кто нагревает Джану Юджи Буфоном? Очень интересная история с ним произошла. Как только в команде узнали, что он возвращается, честно сказал, я готов отдать ему первый номер свой. Играет назад. Дебал. Центральных защитников сейчас набор, который у Конта был. Вот, пожалуйста, идеальный вариант поиграю. И у Олегри немножко играл с этой тактикой. Как раз на днях посвящение в команду. И Деликт, свисток был. Не побегут дальше футболисты Интера. Так вот, Деликт на английском. Голландского не услышали футболисты Ювентусу. Пять минут до перерыва. Вряд ли арбитр по такой духоте будет. Сергеевич появился на позиции центрального нападающего. Ну, давай, Михаил, дождемся, когда обновится в онлайн-режиме. Вся информация просто любопытна, что вот никак все Буфон не закончит свою карьеру. Продолжает играть в футбол. Продолжает сохранить прекрасную форму. И продолжает надеяться выиграть длинной карьере в успешном клубе. В успешных клубах Кубок Чемпионов так пока Джан Луиджи и не достается. Броны есть у Ювентуса. Так, так, так. А вот здесь что придумали футболисты Интера? Ни с того, ни с сего. Зачем-то сейчас затеял обыгрыш на своих... У своего соперника не все успевают вернуться. Броны перешить. С мячом. Целит в дальние. Ждет, когда будет момент пробития. Буфона, побившего все возможные рекорды уже. Ну и теперь у него есть возможность в этом сезоне установить какие-то новые... В центре теперь Леонардо Бануччи и Мерих Демирал. Это как раз человек, который вот-вот только перешел в Ювентус. Турецкий менялась, Бернардеский вроде бы тоже здесь. Да, только две замены. Странно. Видимо, три, да? А, Игуаин еще ушел. Те активности в тренерской зоне, вон весь мокрый, насквозь. Как будто сам отбегал уже не один километр на футбольном поле. 17-летний юниор сегодня на поле продолжает там находиться. И Антонио Конте, главный тренер Интера. Продолжаем смотреть. Этот челек растерялся и на себя игру не взял. Отдал передачу Криштиану. Продолжает атаковать Ювентус. Бернардеский очень кучно перед штрафной площадью играл. Сверх. Ну, даже не левого нападающего, а иногда и полузащитника приходилось ему закрывать эту зону. И справлялся со своими обязанностями. Бола, какая сложная история. Ну, и вот это как раз новичок команды, который только что появился на поле. Это Демирал. Он здесь повздор не говорит, почему все. Только говорят о том, что как я поступил. Ну, вот, давайте смотреть здесь. Вот, вполне нормальный опек идет. И только сейчас его не поставили в неудобное положение. Но есть пространство между Рабьей из линии защиты. Рабьей успевает сыграть направо. Сюда Маджикич пришел и показывает арбитр, что... Руководство сменилось и владельца одного из клубов. Но, тем не менее, все равно эта предыстория, она и история существует. Боночи за свою несдержанность получает. Вот ту степень эмоциональности, с которой играют друг против друга эти команды, никто не хочет. Затем, как шел вперед Рабьей, здесь достаточно... Пропустил нарушение правил судья. Это очевидно совершенно, потому что мяча не было и близко. Наступил Шкрейнер на ногу. Рабьей, штрафной и желтый... Вот сейчас здорово, одно касание. Матюй и Дин, налево здесь Роналду. Пойдет лево, обыгрыш Криштиану. Начинает, начинает вот эту свою скатку. Дали пробить, но обратно, что, чтобы контролировать створ ворот. Бернадески, подача, опять падение, свистка нет. Бальцы болезнь Клинтера, можно продолжать играть. Бернадески на вес на дальнюю, там борьба. И не успевает продраться к этому мячу Маджикич. Все-таки в последнюю секунду сумели... ...то переоценивать результаты контрольных предсезонных матчей не следует. Но и недооценивать тоже их невозможно. Болельщик так устроен. В ходе по чемпионату Италии возникнут вопросы. Поэтому понятно, что Сари постарался в перерыве максимально настроить свою команду. Дешилю сейчас... Уводят мяч, увидели здесь Кандреву. Кандрева, который достаточно активен был в первом тайме. Он очень много получал мяч, шел вперед, делал передачи. Настоящие мы включились. Сейчас, тем более, у нас была возможность на крупных планах в перерыве разобраться. Берет мяч и делает передачу на Джан-Луиджи Буфона. Буфон, наверное, его выход, вернее, на поле стал очередной с таким же восприятием болельщеским. Вот сейчас выжимает Интер подальше. Футболистов Ювентуса и снова мяч у Джан-Луиджи. Лево. Дамброзио встал правым к центральным защитникам. У Конта сразу же без лишних слов и рассуждений. Точно так он и Челси под руководством Конта. Дамброзио, который вплоть до флангового, даже атакующего игрока может действовать. Площадь теперь заканчивается уже нападками на китайского арбитра со стороны футболистов Интера. Вот так и не скажешь, да, что это просто предсезонный турнир. Но это Интер. И вот в итоге получил по ногам. С трудом выдерживает арбитр международной категории, естественно, иначе бы его не допустили к обслуживанию. Если он перебивает и попадает в угол, это гол. Вообще, это первая возможность за 60 минут практически этого матча для Криштина. Они начинают активно работать по заменам. Но у нас, несмотря на то, что матч имеет статус, ну, такого полуофициального и с большим количеством замен, на это все-таки нужно время игроку войти в игру, понять, как взаимодействовать с партнерами. Мне кажется, что сейчас тренеры будут не очень завершить атаку. Удар, мне кажется, дело не в очках, а дело просто в самом исходе этого матча. Не хочет проигрывать Ювентус, а Конта, наоборот, хочет выиграть его своим. Его никакого побега на ворота. И есть только перевод вот сюда налево. Что дальше? Не бежит туда вперед. Перешич открываться в разрез, а то побежал. На половине поля Ювентуса. Интересно, Антонио Конта не будет по привычке там пару раз подсказывать Банучи или там кому-то из своих бывших игроков? Вернизович очень важный игрок для схемы, по которой играет Антонио Конта. Прям идеальный для него опорный полузащитник. Здорово! Перешич, две ноги работают. Демирал, то здесь пришлось бы уже Буфон. Лисковный такой был прыжок в ноги. 192 рост у турецкого защитника. Длиннющий. Те же составы, в которых вышли команды на поле. Продолжают они играть. И пока небольшая пауза. Коротко, что Газета Дело Спорт из Ферентины и Милинкович-Савич из Лацо. Без указаний, в какой степени вероятность. Дальше Интера так продолжать. Что касается Интера, то у Интера в качестве целей трансферных Джеко из Ромы Лукако, который всем нужен. Мерлем Пьянича. Да, так что Икарди с ним вопрос сложный и открытый. Но рассчитывать на этого футболиста через 15 минут после начала тайма. Немножко темп игры падает. Потому что душновато. И накапливается уже устро. Раль за Интер. Так что для них эта команда тоже прекрасно знакомая. Вот отличный перехват. Сейчас посмотрим, чем дело закончится. Это Джан. У него куча сил. В отличие от всех остальных, он только бурим. Сейчас навесы оправданы. Потому что добавился игрок, хорошо играющий головой. Маджукич в атаку. Так что я думаю, мы ищем навесы в островатый угол для того, чтобы бить прямо по воротам. Но что-то из этого штрафного Ювенто, с которым нужно отыгрываться, может просто источает Криштиану. Вообще ни на секунду не выключается. Не бродит по поле, не мечтает о чем-то. О том, чтобы скорее бы это все закончилось. Восхищает. Вот сейчас еще один шанс. Он в створ ворот смотрит. Он смотрит, где там ближний угол. И как пробить над стенкой так, чтобы закрутить, подрезать мяч. Пристроился. И 1-1. Он забил. Да, это был рикошет. Но он забил. И это, наверное, то, чего весь стадион. Все 60. Роналду. И они вот с плакатами. Нам нужен Криштиану Роналду. И так далее, так далее, так далее. Сейчас хорошо бы, чтобы трибун болельщиков в форме Интера показали тоже. Значит, любопытно, как судьи будут работать с этим новым правилом. Но к удару Криштиану это все не имеет отношения. Пробил. Вопрос к Паделли. Свой пол, кстати, на этом турнире. Да, он забивал Тоттенхэму. Гуаин и Роналду отличились. Так что это его уже второй мяч. Ну и, наверное, не смотрели ругания, которого брали в качестве возможного основного центрального защитника делать передачу. Момент Ювентус упустил.